Подарил мне муж флешку из разряда «Попробуй-ка, не потеряй её». Маленькая-прималенькая. Ну что же, придётся, наверное, шнурок какой-нибудь привязывать. Уж я-то точно могу потерять. Почта России у нас, как всегда, шикарно работает. Главное – деньги взять. В общем, ситуация у нас такая. Моему мужу вернулось одно заказное письмо по работе. Его нужно было обязательно забрать. И так как у него рабочее время немножко ненормированное, он никак не попадает на почту. И доверил это дело мне. В общем, я пришла на почту с этим извещением. У меня его взяли. Взяли деньги за возврат письма. Потом вернули чек. Это извещение сказали, что письмо мы вам не отдадим, потому что оно не на вас. Вот пускай приходит муж, изворачивается, когда он там успеет, не успеет, и забирает. В общем, блин, Почта России – шикарная вещь. Просто пользуйтесь. Сервис прекрасный. Главное – взять деньги. А потом вот, ну, как хочешь, так и получаешь. Зимой самое классное время долбить асфальт. Особенно, когда это во втором часу ночи происходит. У тебя под окнами жизнь в центре города вообще самая прекрасная в этом плане. У нас очень часто по ночам решают ремонтировать дорогу. Вот сейчас, например, вместо того, чтобы спать, я зависаю на подоконнике. Крайне интересно, где же эти три метра, чтобы была возможность отходить, когда пешеходная часть и есть. Три метра. А дальше начинается проезжая часть. Ну что же, ходить по дороге, чтобы на тебя ничего не упало. Я купила себе стельки новые в резиновые спаги, потому что старые, точнее, не старые, а те, которые шли в комплекте к ним. Что я могу про них сказать? На них очень сильно пытался экономить производитель. Стельки очень тонкие и при движении они пытаются выспользнуть из-под ноги. Вот, в общем, неудобно было ходить, и я купила себе... Ау! Вот так, купила, уронила. Новые стельки. Мне понравилась идея, вот просто на 5 с плюсом. Здесь нарисованы размеры ног и стельку нужно еще вырезать самому. То есть, при производстве существует всего два лекала. На мужские и на женские ноги, а потом дальше вы обрезаете уже под свой размер. По-моему, суперская идея. У меня почему-то стелька от обуви практически один в один совпадает с максимальным размером. Ну, если взять, например, 38, то мне прямо будет не хватать несколько сантиметров. Я только сейчас обратила внимание, что на обеих стельках написано правое и правое, при том, что это, вроде как, левая стелька. Она не написана правая. У человека, который печатал это, были очень большие проблемы справа-лево. У меня сегодня вечер симфонической музыки. Каждый декабрь я хожу на предновогодний концерт Орловского губернаторского симфонического оркестра. Просто непередаваемые эмоции. И с этого концерта вы не увидите ни одной музыкальной реплики, потому что, я считаю, такую музыку нужно слушать вживую. Ее невозможно передать никакими техническими средствами. А уж тем более, если записывать это на телефон, то качество звука очень сильно теряется. Недавно узнала, что если вы засыпаете на симфонических концертах, то это очень благотворно влияет на вашу нервную систему. Хотя обычно люди же смеются, что вот, вам скучно, и поэтому вы уснули. Просто в прошлом году я настолько была уставшая от своих заказов, что просто не выдержала и реально заснула практически на концерте. Я сегодня заранее выспалась специально, чтобы не пропустить удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok